Я и Джек. В детстве у меня был друг. Звали его Джек. Он был собакой. У нас с ним было много всяких приключений. Хотите, расскажу про одно. Моя бабушка всегда была чем-нибудь занята и никогда не отмечала своего дня рождения. И я думал, у нее вообще нет дня рождения. Но однажды мама сказала, что скоро бабушке исполнится 60 лет. И мы все будем праздновать ее день рождения. Папа, мама и даже наша соседка, тетя Маруся, уже приготовили для бабушки подарки. И только я еще не знал, что ей подарить. Я хотел купить ей конфеты, золотой ключик и попросил у мамы денег. Но мама сказала, что мне ничего не надо покупать. Что она за меня все купит. И мне хотелось самому за себя сделать бабушке подарок. И я пошел посоветоваться с Джеком. Он лежал возле конуры и загорал на солнышке. Он вообще любит загорать. И поэтому всегда был коричневым. Даже зимой. Гав! Предложил Джек, внимательно выслушав меня. Гав! Подари ей свой самокат. Я представил себе, как бабушка мчится по улице на самокате. И рассмеялся. Нет, старина, это не годится. Ну, тогда пистолет посоветовал Джек. Но бабушка не умеет стрелять. Зачем ей пистолет? Нет, Джек, это тоже не годится. Несколько минут мы молчали. Было лето. А потому над нами плыли облака. А на дневник пели птицы. И вдруг я подумал. А что, если взять у бабушки какую-нибудь вещь, а на день рождения подарить? Гав! Разве можно брать чужие вещи? Перепугался Джек. Но ведь мы же не насовсем. Нам хотелось подарить бабушке такую вещь, которая была бы для нее очень дорога. Поэтому вечером, когда все легли спать, мы с Джеком отправились на кухню за мясорубкой. На кухне было совсем темно. Но я предусмотрительно взял с собой фонарик, который выменял вчера у Толика на бездомного котенка. Мы перерыли всю кухню, но мясорубки нигде не было. Я уже подумал, что бабушка ее на что-нибудь обменяла. Но вдруг Джек заметил на столе какие-то странные вещи. Сразу мы не поняли, что это такое. Но потом я догадался, что это и есть мясорубка. Только разобранная. Мы с Джеком не умели собирать мясорубки. А потому пришлось взять ее, как она есть. Я напихал мясорубкой карманы. И мы отправились назад. Мы представили себе, как обрадуется бабушка нашему подарку. И ходили счастливые. Но прошло два дня. И бабушка грустно сказала. Хотела я вас угостить супом с фрикадельками. Но теперь ничего не выйдет. Пропала мясорубка. Мы с Джеком очень любили суп с фрикадельками. Особенно Джек. И вечером, когда все заснули, мы положили мясорубку обратно. Что же еще можно подарить бабушке? Гад! Предложил Джек. Давай подарим ей сковородку. Правильно, старина. После мясорубки бабушка больше всего любит сковородку. Мы сняли сковородку с гвоздика на стене и пошли ее прятать в самое надежное место. В Джекову кунуру. На следующий день бабушка ходила расстроенная. И сокрушенно разводя руками, говорила. Новое несчастье. Сковородка пропала. Как теперь быть с блинами? Услышав, что под угрозой блины, мы с Джеком очень перепугались и повесили сковородку на место. Но опять у нас не было подарка. Гав! Вдруг радостно вскликнул Джек. А давай подарим бабушке очки. Я, конечно, с радостью согласился. И мы стали незаметно ходить за бабушкой. Выискивая удобный момент, чтобы стянуть у нее очки. Наконец, этот момент наступил. Бабушка читала на диване газету и вдруг незаметно уснула. Очки у нее поползли на нос, потом оказались на коленях. В мгновение ока Джек подхватил их и помчался в свою кунуру. Вскоре наступил день рождения бабушки. Мы с Джеком подошли и торжественно вручили ей подарок. Бабушка радостно всплеснула руками и просилась нас обнимать. Ну и молодцы! Нашли! Говорила она восхищенно. Вот это подарок, так подарок. Это я понимаю. А через несколько дней у меня неожиданно пропал велосипед. Старина, спросил я Джека, ты не видел моего велосипеда? Видел, ответил он самым невозмутимым видом. Я его украл и подарю тебе на день рождения. Шел июль. Все вокруг купались, загорали и катались на велосипедах. А день рождения у меня в январе. Конец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok